День открытых дверей для будущих первоклассников в средней школе номер 3. Веселый праздник в городском музее. В Смоленске по горячим следам раскрыт грабеж. В минувшую субботу в средней школе номер 3 Десногорска состоялся традиционный праздник для будущих первоклассников и их родителей. В день открытых дверей ребят в фае школы встречали сказочные персонажи. Вместе с героями сказок дети отправлялись в сказочное путешествие по школе. Развлекательная программа для будущих первоклассников была очень насыщенной. Пока родители знакомились с нововведениями в образовании и выбирали программу обучения для своего ребенка, для ребят были организованы всеразличные сюрпризные моменты. В кабинете их встречали педагоги с заданиями. Дети разгадывали загадки, танцевали и пели. В спортивном зале учитель физкультуры организовала для ребят подвижные игры и мини-соревнования. А в библиотеке их ждал захватывающий рассказ-экскурсия по удивительной стране книг. По стургу детворы не было границ. Мне очень понравилось в школе. Ты придешь сюда учиться? Да, приду. А что больше всего понравилось? Библиотека. Мне еще очень понравилось, как мы играли в игры и разгадывали загадки. Мне понравилось больше всего, как мы ходили с каждым персонажем. Мне больше всего понравилось играть в подвижные игры. Средняя школа номер 3 нашего города славится своим квалифицированным сплоченным педагогическим составом. И, конечно же, своими выпускниками. В этом году школа отпразднует свое 30-летие. Моя дочка в этом году идет в первый класс. Очень радостное и волнительное событие. Естественно, как у любого родителя, перед нами стала проблема выбора школы. В непосредственной близости от нашего дома находятся две школы. Третья и четвертая. Но мы решили отдать предпочтение третьей школе. И этому поспособствовало, прежде всего, то, что я сама училась в этой школе в свое время. Я хорошо знаю весь педагогический состав школы. Знаю непосредственно всех учителей начальной школы и тех учителей, которые будут набирать первый класс. Знакома с уже программами, по которыми работают учителя в начальной школе. Ну и считаю, что, в принципе, ребенка своего передам в хорошие руки. В этой школе учится у меня старшая дочь, Ксения. Нам эта школа нравится. Здесь много кружков для маленьких детей до четвертого класса. Вот она у меня занималась, постоянно участвовала в различных мероприятиях, в концертах. То есть, ну, жизнь такая школьная тут, хорошая. Мне нравится. Ну и преподаватели, конечно, состав хороший. Сотрудники историко-краеведческого музея нашего города подготовили и провели для детей старших и подготовительных групп детских садов и учащихся младших классов замечательный праздник, посвященный рождественским святкам. Двенадцать дней после праздника Рождества Христова называются святыми. Они продолжаются до крещения 19 января. Святочные развлечения – это хороводы, песни, катание с горок, обильные угощения. Днем в это время гуляли, играли и веселились. А по вечерам собирались на посиделки. Гадали, приходили ряженые калядовать. Работать в это время суток считалось нежелательным, потому что, согласно поверью, весь год тогда мог быть пройти в заботах и хлопотах. Даже сохранились такие пословицы – лето для старания, а зима для гуляния. Ребятам подробно рассказали о святочных гаданиях и о сохранившемся до наших дней обычае калядовании. Дети с удовольствием принимали участие в веселых играх. Рождественская метелка, самый сильный, самый быстрый, дары волхвов, петушки, резовые сани, пели частушки и отгадывали загадки. Едет Егорка, Белошубенка. Ну подумай, что у нас зимой, вот самое, чего мы ждем больше всего зимой? Нет, правильно, продолжаем. Пойдем, 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 пойдем. Так, хорошо. Так, я вода, сколько слушаем? Я вода, да поводержи и плаваю. Нет? Нет. Нет? Нет. Есть? Водяной? Нет. 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 Есть? Что у нас еще зимой? Нет. Что? Лед. Лед, правильно. За активное участие в играх и конкурсах все дети получили сладкие подарки от организаторов. Днем 28 января экипажу группы задержания вне ведомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, поступил звонок от дежурного, сообщившего, что несколько минут назад возле одного из домов на улице Бакунина неизвестный мужчина средних лет вырвал из рук пожилой смолянки сумку и скрылся в неизвестном направлении. Я иду, а он выскочил из этой, суварки из этой и ко мне, а он вырвал, а я к себе, а он к себе, а тогда он по руке ударил и отпустил, а он побег, я завалилась. В сумке 89-летней потерпевшей находились ключи от дома, лекарства, документы и удостоверения участника Великой Отечественной войны. В считанные минуты полицейские прибыли на место преступления, где было установлено, что злоумышленник перед тем, как отобрать сумку, несколько раз ударил потерпевшую и толкнул её, отчего пенсионерка упала. Ориентировка на подозреваемого была передана близлежащим экипажам и патрулям. В ходе отработки района места происшествия во дворе одного из домов полицейские заметили мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. При появлении служебного автомобиля гражданин предпринял попытку скрыться, но сразу же был задержан и доставлен в отдел полиции номер один у МВД России по городу Смоленску. Задержаны были вчера за что? Ну, бабушка с собой была. С какой целью? Ну, я знаю, она пьяная была, просто она. Задержанным оказался нигде не работающий, проживающий без регистрации по различным адресам, 53-летний Смоленин. Вскоре похищенную сумку и её содержимое обнаружили в одном из мусорных контейнеров. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Грабёж», совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейские проверяют гражданина на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Смоленска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова